Снова всем привет! Сегодня у нас будет классное видео. Будем ставить жалюзи. Жалюзи будут ролетные. Вот такие вот окошки. Здесь у нас их два. Одно двухстворчатое, другое трехстворчатое. В принципе, здесь нет ничего сложного. Вот такие жалюзи. Это простейший вариант без короба, но не самые продаваемые, потому что они самые дешевые. В общем, смотрите, будет интересно. Так, значит, наши жалюзи. Опять же, повторюсь, вот они идут без короба, но они очень часто отличаются. Мелочевочка здесь есть. Все буду показывать, рассказывать вам. В принципе, здесь идет инструкция, фотография в картинках, но она не всегда есть. По этой инструкции, в принципе, можно поставить. Ну, я более подробно вам расскажу, покажу. Так что, давайте, поехали. Смотрите. Итак, вот у нас пакетик с кронштейнами. Берем два кронштейна и вот эти две, два фиксатора. Вставляем их в кронштейнике. Они так плотненько вставляются, но вставляем их не до конца. То есть, не защелкиваем. Здесь такая вот пластиковая защелочка. Вставляем туда и сейчас будем мерять, вымерять, где ставить отверстие. Сначала меряю и вставляю не до конца. Вот так вот вымеряю. Плохо нет. Где она становится? Часто бывает неправильно меряю. Вот так вот выставился я. Сейчас размечу. Вставляю фиксатор не до конца, потому что потом, если вставишь, закрепишь и вдруг, чуть-чуть где-то немножко нужно подвинуть или снять ее. Лучше вот так вот. Вставили, разметили, померили, потом только вставляете до конца. Тяжело вот его отщелкивать. Хотя, бывают разные замки вот эти. То есть, качество пластика разное. Но, в общем, смотрим. По горизонту я ориентируюсь по стыку штапика и рамы. Не вымеряю, просто смотрю и выставляюсь. Вот видите, я разметил. Нам главное угадать по вертикалям. По вертикалям, а горизонт можно двигать. Так, вот я просверлился. Такие у нас отверстия. Сверлил я здесь моему двойкой. Да, двоечкой. Это все зависит от того, какие у вас будут шурупики. Здесь шурупы не идут в комплекте, поэтому я вот подобрал под свои. Вот так вот закрепился. Так, открываем наши жалюшки. Так, с противоположной стороны управления фиксаторик у нас становится свободненько, то есть, его все равно как ставить. А со стороны управления его нужно четко, вот смотрите, вставить вот этим вот, там где он фиксируется горизонтально вот. Видите? По управлению. Чтобы он четко заходил в кронштейн. И здесь защелкиваем. Все, теперь можно защелкнуть. Все, теперь проверяем. Все чуть-чуть работает. Теперь можно ставить сюда заглушки и крепить вниз. Вот у нас тут заглушки. Вот мы их вот так вот сюда вставляем. И здесь. Вот так вот. Все, теперь опускаем вниз, смотрим. Все, высоты у нас хватает. Вот. Сейчас будем ставить здесь на леске, насколько я помню. Да. На леске будем крепить. Забыл маленький нюансик там сказать, что если жалюзь идет без фиксации, то есть без лески, без струны, без магнитов, то в принципе все мы уже установили. Ребята, здесь не получится. Здесь только на леске, только на створках. На глухих здесь не предусмотрено. Хотя я всегда делаю и на глухих. Сейчас здесь покажу. Здесь уже нам можно выше подняться нормально. Здесь откос не мешает. Вот. Вот так вот выставляю. Сейчас размечусь и буду крепить кронштейн. Наверное, начну вам показывать с этой жалюзи. Это мы уже повесили. А здесь у нас леска не идет. Здесь в комплекте у людей только на две. Ну и там еще одна есть. Вот. Поэтому начнем, наверное, показывать с этой. Я поставил, разметил кронштейн и показал вам карту. Вот такие вот у нас меточки появились. Смотрите, нам здесь главное угадывать вертикаль. Горизонталь можно двигать. То есть у нас буквально есть там полсантиметра туда-сюда. Вот. Для чего это сделано? Чтобы нормально становился кронштейн. Если бы он не затирал, то можно было подвинуть. В общем, крутимся. Я всегда сначала сверлю сверлом. Вот. Потом кручусь. И на один раз опять же тоже здесь прокрутил, чтобы было проще ставить. То есть вот так один раз. И будем вставлять. Фиксаторы ставим. Смотрите, здесь крутится все равно как. А здесь мы его ставим вот так вот. Чтобы он смотрел на край вот этой вот нашего механизма шестерни. Смотрите, у меня их было две. Я одну разделил на две равные части. Становится. И здесь. Все. Ребята, еще один нюанс. Почему я не записал, как крепить леску вверху. В кронштейне есть отверстие. Вы в него заводите и сбоку выводите. И опускаете вниз. Дальше смотрите. Так, ну что, пробуем. Как работает механизм. Все работает. Все. Сейчас будем крепить внизу леску. Кронштейны для крепления лески. Так, вставляем вот здесь. Вот видите, есть специальные держатели для лески. Вот мы сюда ее и вставляем. Так вот. Так, смотрите. По поводу кронштейнов. Берете вот по краю, да. Жалюзи отмеряете. И немножко вовнутрь. Потому что бегает он немножко внутри. И так, когда будете сверлить кронштейн и крепить. А вот нижнее отверстие. Смотрите, потому что створка в этом месте тонкая. Вот ее вот здесь вот. То есть ее можно насквозь просверлить в этом месте. Так что сверите аккуратно. Сожимайте легонечко отверточкой. Потому что пластик очень тоненький. Может он лопнуть. Поэтому чуть-чуть так поджали и все. Забыл сразу ставить. Сразу ставить вот этот вот фиксаторик. Смотрите, вот. Сюда вот так вот его хоп. В этой части вот и вставляем. Ну, в принципе, он вот так нормально вставляет. То есть... Вот, смотрите, вот этой вот части. Ну, вот так вот сюда его вставляем. Вот так вот хоп. И, в общем, он там. И будет вот так. Неудобно одной рукой. Так, протягиваем суперлисочку. Хорошо натягиваем. Вот. Зажимаем и отрезаем. На самом деле, очень разные вот эти фиксаторы нижние. Если что, на офисе найду, покажу вам. Какие они бывают. Надо не забыть мне. Каждый раз, если вот не у себя это, не мои жалюзи. Каждый раз люди просят это что-то новое. Как я обещал, уже что нашел, покажу вам, что у меня здесь есть. А, ну это конштейны такие есть. Это горизонтальные жалюзи, это не наши. Вот смотрите, бывает, может вам попадется. Вот такого плана кронштейн. Вот он. Внизу крепится. И фиксируется вот в бок. А, он клеится еще на двухсторонний скотч. Такого плана кронштейн. И последнее время, вот такого плана мне попадаются. Немножко меня отвлекли. И вот такого вот плана крепления. Ну, сейчас они такие все приходят. Вот. Чем это лучше крепление? Чем-то, во-первых, здесь толстый пластик. Во-вторых, оно крепится выше. Не попадает вот в притвор створки. То есть не просверлите вы насквозь створку. Вот и, в принципе, просто крепится. Здесь вот вставляете вы и проворачиваете. Вот такие бывают. Надеваем декоративные накладочки. Так вот. Хоп. Все, ребята. Все, что мы сделать. А, нет еще. Сейчас вот здесь вот фиксатор. Еще забыл один. Подцепим и все. Сейчас, секунду. Вот он наш фиксатор. Обычно я это делаю. Меряю от подоконника до ручки. То есть у нас здесь 69 по серединке. Вот мы его отмечаем там и там и крепим. Вот, смотрите, просверлил я еще. Здесь есть такой внизу направляйка. Вон она. Под нее тоже делаем и прикручиваем. Теперь сюда вот так вот защелкиваем. Все. Зачем это нужно? То есть когда вы поднимаете, вы сюда защелкиваете шнурочек. Вот так немножко натяжку. Вот. А, еще знаете что у нас осталось? У нас же еще остались вот. Вот эти вот. Я уже прикрутил. Остались вот у нас блин. Эти с этой стороны. Остались вот еще фиксаторы. Открывание. И что мы делаем? Вот мы сейчас снимем. Вот она у нас вниз приходит. По лесочке опустилась. Вот назад ее. Вот. Чтобы она в натяжку была. Запоминаем это место. И вот сюда его сейчас я вставлю. Вот я до конца сейчас опускаю. И он там упирается. И наша жалюсть вниз не опускается. Зачем нам нужна лесочка? То есть если мы откроем нашу створку на опроветривание. То наша жалюсть не будет отходить. А будет висеть. Тогда же резкость. В натяжку. Так что вот такие у нас получились две жалюсти. Вот так вот все это смотрится. Ставим лайки. Пишем внизу комментарии. Интересное видео здесь. Всем пока.